Коронавирус распространяется в оккупационном контингенте вооруженных сил Армении. Пока в армянском сегменте соцсетей называют выдумками сообщения азербайджанских СМИ о тяжелой эпидемиологической ситуации в оккупационном контингенте вооруженных сил Армении. Однако некая Ануш Даниилян поведала в Facebook о том, что сегодня в отделение скорой помощи центральной больницы Ханкенди привезли 11 гражданских и 27 военнослужащих. У всех у них высокая температура и признаки вирусного заражения. Руководство искусственного образования и главный врач скрывают данный случай, пригрозив работникам медучреждения увольнением, если информация распространится за пределами больницы. Стоит заметить, что некоторые комментаторы уже начали давить на Ануш Даниилян, призывая не распространять информацию и, соответственно, панику. Ранее уже сообщалось о бушующей в расположении 6-го оборонительного района Умадагиза, воинская часть номер 33 651, вируса свиного гриппа, который унес с начала года, жизни нескольких жителей Армении. Позже в Армении был обнаружен первый заболевший коронавирусом, которого изолировали вместе с 31 контактируемым гражданином. Несмотря на то, что сухопутная граница с Ираном закрыта, эмбарго на поставку иранских товаров на иранских грузовиках никто не водил. Также не организованы соответствующие меры на участке границы, оккупированных территорий рядом с Ираном. А в Карабахе, все еще продолжают незаконную деятельность, горнорудные предприятия с иранским персоналом. Заявление министра здравоохранения, Арсена Тарасяна, о том, что Армения может вернуться к привычной жизни, и никакой опасности нет, может расцениваться только, как попытка подавления панических настроений в обществе. Уже известны, случаи массовых закупок продуктов питания, бутилированной воды и медикаментов в самой Армении. А сообщение Даниэлян, раскрывает истинные масштабы критической ситуации, на оккупированных территориях Азербайджана. Видимо военные лазареты и госпитали переполнены, если военнослужащих везут в центральную больницу Ханкенди.